рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я снова к вам со своими гортензиями гортензии у меня все молодые то есть это черенки в основном этого года не в основном они этого года и есть итак первая гортензия она пришла ко мне черенком ну это наверное в мае или в апреле точно не помню это у меня french balero вот она такая была чуть-чуть чахленькая но сейчас как бы пришла в себя лаванду вот еще покажу так дальше это у нас самарская линия самарская линия тоже пришла мне черенком мы видели да с вами ну таким кустиком пушистеньким и она смотрите некоторые ветки у нее пошли посынковаться то есть есть ветки которые просто идут через как бы до ветка и ветка но понятное дело что немного листики подгорели потому что была из посылки и так далее вот два или три побега вот они по что-то у меня начали посынковаться так это гортензия из питомника сады дм это magic алфарфала напомните тоже кто со мной давно такие лапша такая пришла вот и давайте сразу покажу мохито мохито мне продавец продала дешевле потому что он плохо перезимовал но смотрю вон из почки тоже в принципе выпускают я ничего не делаю даю ему обрасти думаю пусть растет вот даже не формировала в этот год да если честно было как бы не до этого вот это у меня клумба такая несуразная немного получилось так это у меня magical jade она не помню откуда просто наверное покупала вот эта клумба у меня несуразная такая потому что она планировалась быть немножко другой но все переигралась и вот в результате она такая то есть там густо тут пусто так это юн дми принцесса диана тоже у нее такой довольно таки толстый стол становится он пускает еще побеги что конечно же несомненно радует вот так это уже древовидная гортензия и она у меня маршмэллоу по моему да да маршмэллоу она не зацветет в этот год потому что бутонов не набирает а она у меня идет вот на данный момент в три ствола это строббри блоса мне ее подарили в том году малышкой такой но вот в этот год смотрю пошла в рост не знаю зацветет или нет но посмотрим так это у нас magical amethyst тоже из садов и дым и тоже помните была такая лапша но сейчас вот обрастают нормальными листьями уже становится похоже на растение никогда этого просто что-то такое непонятное это свита на бель она зацветет я решила что дам ей подсвести пусть цветет раз она решила то пусть цветет что ж уж так дальше это у меня полярный медведь по моему да это полярный медведь так вот оброс тоже был такой непонятный но вот пошел пришел в себя да и начал вот расти так это пинка на бель не зацветет тоже скорее всего этот год не зацветет потому что такая малышкой бутонов уже сейчас принципе на не набрала вот это гортензия у меня тоже она бы какая-то а это стронка на бель древовидные в основном у меня на бель так это бесконечное лето вот тоже начинает пушиться был такой маленький череночек так это silver dollar silver dollar мне пришла и думала вообще у меня ничего с ней не будет но из почек она стала все-таки пускать побеги что конечно же несомненно радует так это у меня не помню тоже какая-то аннабель и вот такая вот клумба получается здесь густо с этой ну с этой стороны фуксии в принципе зацветут и поэтому думаю что фуксии хризантемы и все у нас относительно выровняется вот поэтому планировалось видно что какая клумба планировалось и как она сделана поэтому ну как то так в принципе там однолетники и однолетники что ж уж тут так это гортензия пинки винки вот не надо бы ей давать свести но она захотела то есть даже когда я снимала с нее черенок она у меня все равно выпустила цветочек вот я хотят с черенка убрала а тут думаю ну если хочешь ладно цвети хотя по идее надо было бы убрать так это у нас ливана она не выпускает не цветочных почек просто вот наращивает как бы ствол так теперь переходим еще в более крупную сразу понятно да где какая так это фантом по моему вот тоже такой довольно крупный такой стебель у нее так и это гортензия ванила фрейс вот она зацветет то есть она стала пускать побежки зацвести должна вот такая вот дамочка и пойдемте я вам покажу черенки еще которые укореняли мы вместе с вами они укоренены все в разное время в принципе вот эти попозднее так это кто у нас это пинки винки то есть я прищипывала и смотрите пошел верхний побег и одна почка внизу то есть я прищипываю всегда на две-три почки потому что всяко бывает вот здесь вот допустим у самарской лиги и обе почки проснулись да и нижняя и верхняя бывает такое что вот например внизу не проснулась сверху проснулось или вот вот видите например внизу проснулась посередине не проснулась и вверху проснулись почки то есть поэтому я страхуюсь и прищипываю на две-три почки потому что мало ли там покажу почему дальше то же самарская лидия это верхушечный черенок то есть они все маленькие разные это retace очень она красивая Я ее еле-еле укоренила Это свитонабель Верхушечный самый последний черенок До мочах я вынесла все Ему тут на улице нравится больше И вот страубери блоссом Прищипала тоже на два междоузлия На две почки И вот она вообще мне три почки выпустила Сейчас растет На данный момент ничего я щипать не буду больше Потому что уже середина июля Не факт, что успеет что-то там вызреть Поэтому не трогай Пусть они у меня растут так В зиму мы с ними пойдем вот так Насколько они там вырастут Настолько и пойдем Так, это полярные медведи Тут только что полярного медведя вам показывала Так, это вот свитонабель Вот видите, я прищипнула тогда По определенным причинам на одну почку И она никак у меня не просыпается Вот есть вот эти два листа И есть эти два листа И все, и дальше никуда Так, гортензия от мамы Вот она такая красотка Я смотрю и там, и там везде бутонов навыпускала Что, конечно же, несомненно радует Я ее кормлю красоточку такую И она будет розовая Я не знала, какой она будет Я если бы знала, что она будет розовая Я бы ее подкрасила Но кто же знает Это букет роуз Тоже удалось спасти То есть вы не выбрасываете свои черенки Даже, казалось бы, совсем такие безжизненные Это был совсем безжизненный черенок Чуть ли не одна палка Но тем не менее Так, вот эти гортензии пришли мне посылкой недавно Точно не помню Так, вот панателла Она, посмотрите, посункуется Что с этим делать? Я не знаю Листья такие некрасивые Потому что есть посылки Вот Я думала, что буду весной обрезать там на 2-3 почки Но думаю, что весной буду ждать, пока они проснутся И литл лайм еще тоже таким занимаются Что посункуется Я не знаю, что вообще послужило этому Может погода такая вот непонятная Но тем не менее Буду уже смотреть по обстоятельствам То есть Возможно, где-то тут что-то буду убирать Там убирать То есть весной уже Когда проснутся почки Вот тогда я буду их формировать Во избежание того, что я не постригу их И они мне, знаете, вообще не проснутся Вот Такой вот тоже налет Это, видимо, был паутинный клещ Я обрабатывала Плюс были дожди И прохладно И паутинного клеща Благополучно смыла Сейчас я вам попробую показать корневую систему Конечно, это делать одной рукой не очень удобно Но тем не менее Вот корневая тоже уже появляется То есть черенки развиваются Это они у меня сейчас тут в литровом горшке Потому что они мне пришли в стаканчиках 500 мл Я их перевалила в литр И они у меня так останутся Почему они так останутся? Я тоже уже рассказывала То есть по определенным причинам мы будем зимовать так Пока никуда я их высаживать не буду И как только уже все более-менее прояснится Там уже буду высаживать Ну и давайте малышню покажу тогда Вот это с трог бреблосом Прищипнутый, да, вот который черенок С тремя у нас побежками И сейчас я вам попробую показать корневую систему Так, вот корневая система То есть пусть еще не такая большая Но и сам черенок тоже не гигантский Поэтому вот такая вот корневая Сейчас уберем все Оказывается, и одной рукой можно это делать Так, и давайте чего вам еще показать Сейчас уберу Так И давайте покажу вам свитонобель Чтобы посмотреть, вот да Вот не развиваются почки Не выпускают, да Она у меня ничего нигде нету Вот И сейчас посмотрим, что у нее с корневой системой Так А корневая-то знаете ли Неплохая, то есть корневая есть Тут немножко коричневая Потому что было холодно Было сыро И, соответственно, все равно Как бы Небезопасно Очень много черенков Которые прям вот залиты Вот Ну что ж, дорогие друзья Думаю, что будем прощаться Всем всего самого наилучшего Вот на такой прекрасной ноте Всем всего самого прекрасного Всех обнимаю, целую Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok